Добрый вечер. Поступательное движение державы не остановить. Каждый день новости, каждый день праздник, каждый день какие-то чрезвычайно достойные события, которые показывают о том, как верно мы все вместе, сплотившись вокруг единой цели, процветания нашей Родины, движемся в нужном направлении, сколько блистательных свершений, потрясающих результатов человеческого труда. Хочется хлопать в ладоши, каждый день наливать, поскольку есть достойный повод для этого. Вот это эстафета Олимпийского огня, самому по себе палку, которую, как верно заметили блогеры, не передавали только, пожалуй, половым путем. Мы всеми остальными вариантами уже успели друг другу вставить в нужные места. Сегодня вы видели, какое лицо было у нашего премьер-министра, когда ему подарили наконец-то настоящий российский китайский смартфон, в котором наше российско-китайское ноу-хау, он собран наконец-то полностью в Китае, потому что он российский, и мы не можем поступиться принципами. Там все, интеллектуальная собственность наша российская, китайская, и наконец-то вся комплектная база полностью наша российская, китайская. И вот, наконец-то, производя в Китае нашу российскую, китайскую вещь, мы нашему любимцу дали возможность поиграться в нее, в нашу. Вот она, веха, вот оно достижение. Вчерашний день мы, наконец-то, поступательно придя к полному уничтожению коррупции, вы помните, как разворачивались события, сначала этим потихонечку баловалась милиция. Потом за дело взялся лично товарищ Нургалиев, победил, причем победил в течение одного месяца, чем породил анекдот, докладывая, товарищ президент, в нашей полиции коррупции не обнаружено, доложил генерал коррупции Нургалиев. Замечательно, победил. Потом у нас этим занималась коррупция, там, Следственный комитет, Генеральная прокуратура. Потом лично Яровая возглавила эту битву, под нее был организован комитет по безопасности и противодействию коррупции в шестом созыве. В пятом созыве, например, с коррупцией никто не боролся. Видимо, в пятом созыве не было этой проблемы, а в шестом, в результате того, что так много усилий было предпринято, наконец-то коррупция стала уже требовать к себе внимания законодателя Государственной Думы. И вот вчера, повод для радости, вот она, держава, вот ее поступательное движение. Управление президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Чувствуете вот эту вот эскалацию? И когда у нас много лет тому назад Путин сказал, что в стране объявлена диктатура закона, то, конечно, люди, знакомые с историей, предположили, что получится только диктатура, вполне справедливо. Многие либералы предположили, что вполне возможно даже и в законодательном отношении что-то изменится в лучшую сторону, но абсолютно никто не мог предположить, что на самом деле получится диктатура законов Паркинсона. И все то, что происходит у нас на сегодняшний день, это чисто по Паркинсону. Паркинсон это, если кто не в курсе, очень ироничный человек с аналитическим разумом и блистательным остроумием. Он работал служивым в британском военно-морском министерстве после войны и свои наблюдения за природой бюрократов изложил под собственным именем. Когда законы Паркинсона были опубликованы, никто не поверил в существование реального Паркинсона, потому что такое под своей подписью, ну это просто, знаете ли, это перебор. А во-вторых, это слишком точно и слишком серьезное попадание в цель. Если бы то, что сейчас написал Паркинсон, вернее, тогда написал Паркинсон, было опубликовано сейчас, я думаю, что Сирила Нордкоточа Паркинсона ждала бы приблизительно такая же участь, как Сноудена. Потому что одно сопоставимо с другим. Ничего нового, просто людям дали возможность посмотреть на то, как это выглядит со стороны. И Сноуден не открыл ни одной тайны абсолютно. Вот все то, чем сейчас торгует Сноуден, это общеизвестно. Но раз в нос сунгли, то надо было обидеться. Когда Паркинсон сделал то же самое, на него пытались обидеться, и на вопрос, слушайте, а может быть мы поищем, вдруг действительно есть такой реальный человек, да там в министерстве есть какой-то такой штатский, фиг его знает кто это. Да, однофамилец, ну не может быть, чтобы это он. На самом деле это был он. Законы Паркинсона, они, как всякие законы, как, например, законы Ньютона, они не требуют того, чтобы их знали. Можно ими пренебрегать, можно не обращать на них внимания. От этого, например, закон всемирного тяготения, ну совершенно не становится другим. Он есть сам по себе. Сформулировали его или нет, открыли его или нет, закон существует. Закон плотности воды существует. Закон по поводу того, под каким углом прилетело, под каким углом улетело, тоже существует, вне зависимости от того, догадались ли люди о том, насколько праведная траектория в данном случае указывается. Поэтому, когда Владимир Владимирович замахивался на диктатуру закона, а в результате, как всегда, получилось не то, что хотелось, и в основном законы Паркинсона, то сейчас можно просто, немножко абстрагировавшись, поскольку мы не имеем возможности соучаствовать в событиях, разворачивающихся в нашей стране ни в какой иной роли, кроме статистов, наблюдающих за событиями, то мы можем констатировать, по Паркинсону у нас там чего? По Паркинсону у нас произошло управление президента по вопросам противодействия коррупции. По Паркинсону у нас развивается травля автомобилистов в Государственной Думе. Раньше у нас этим занимался комитет по транспорту и комитет по законодательству. Вот эти две структуры, они громили водителей, со всех сторон зажимали их как могли, и выводили за пределы правового поля, ограничивая по правам конституционным, а также по всем остальным. То есть водители были объявлены самыми главными врагами, поэтому их нужно было обязательно затоптать, закатать, разбомбить и в конце концов обложить такую данью контрибуциями и репарациями, чтобы эти люди, осознавая или не осознавая свою вину, тем не менее погасили долг перед социумом, обществом, самое главное перед бюджетом. И по закону Паркинсона всегда происходит нарастание бюрократическое, в том числе и количественное, при естественном ухудшении качества. Паркинсон писал, что в любом случае в год безотносительно результатов труда и вообще какой бы то ни было работы, есть она или нет, но количество клерков увеличивается на 5-7%. Безотносительно того, делали они вообще что-нибудь или нет. И у него есть закон жизненного цикла кабинета. Если вдруг за проблему берется больше, чем 5 человек, то в конце концов кабинет разрастается, например, кабинет министров или правительство или Государственная дума разрастается до любого количества, там 200, 300, 400, 500 человек. И они с утра до ночи сидят на заседаниях, которые не имеют абсолютно никакого результата, а те пятеро, которые реально представляют себе, что нужно делать, они тихонечко совещаются уже в другой комнате. Но первых-то не разогнали. Первые-то получили полномочия, и как любой чиновник по закону Паркинсона, требующий через полгода себе заместителя в обязательном порядке, происходит нарастание комитетов. И именно по этому закону Паркинсона и был создан Координационный совет при Комитете по транспорту. То есть у нас есть Комитет по транспорту, у нас есть Комитет по законодательству, который занимается тем, что травят водителей. И этого мало, поэтому по закону Паркинсона появился еще Координационный совет. И в этот Координационный совет можно было позвать, например, человек пять специалистов. Нет, решили, что лучше всего позвать 30 человек. То есть тем самым, опять-таки, по закону Паркинсона. Чем занимался этот совет? Он решал вопросы, не составляющие вопроса. Они, например, в течение целого дня боролись по поводу зимней резины, при том, что зимняя резина нам всем прописана с 2015 года по техрегламенту Таможенного союза. Она будет вне зависимости от того, думает по этому поводу какой-нибудь депутат, есть ли в этой связи какое-то постановление Координационного совета или нет. Эти люди замкнуты сами на себя по закону Паркинсона и блистательно обходятся без нас. Причем я в Госдуму направил официальный запрос. Я спросил, а когда следующее заседание? Естественно, я ответа не получил. То есть существует целая структура, вот этот самый Координационный совет, который регулярно собирается, он существует, он занимается тем, что борется с нами, будучи подмастерьем у Комитета по транспорту и по законодательству, но даже Госдума не знает, когда эта структура соберется в следующий раз. Ответа я не получил. Но зато в результате мы видим, что законы Паркинсона действуют, сами по себе, безотносительно того, воспринимаем мы их или нет. Перерыв на новости. Нашлось 8 баллов. Мучительное движение, но все-таки есть, хоть и по пробкам. Mail.ru 9 баллов. МКАД не просто замкнулся, он заперся, заткнулся и больше уже не двигается. Движения нет. При этом у Лося у него безупречный, как мы знаем, алгоритм, а у Mail просто лишь констатация факта. 65, 10, 9, 9 и 6. Давайте теперь поговорим, какого цвета красный кашкай все-таки надо купить. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуй, Сергей. Здрасте. Вот, с первого раза позвонил и очень дозвонился рад. Вот, вот оно счастье, по средам. Сергей, недавно стал слушать вас, очень нравится, спасибо за программу. Спасибо вам. Ну, у меня как больше не вопросик, наверное, а как ваше мнение услышать. До этого был обладатель Skoda Octavia 1.6, на автомате Чешко-сборка. Так. Вот, сейчас обладаю, вот недавно Skoda Octavia взял новую дизельную. Что можете сказать по машинке? Во сколько раз она крупнее предшественницы? Ну, не во много, но крупнее. И багажник чуть-чуть, ну и по салону как бы зад. Существенно, грубо говоря, по сравнению с той. Да, то есть она реально стала больше. Она, наконец-то, заняла позицию в классе D. Да, да, да. В котором уже давно ей самое место было. Ну да, ну, конечно, не сравнится с у первой, но все равно все-таки уже она больше и шире, чуть-чуть она стала. Да, крупнее, шире и сложнее. А что, у вас задняя подвеска? У вас там обычная палка стоит от девятки? Нет, многорычажная она и до этого была многорычажная, и сейчас она многорычажная. Да, но сейчас это зависит очень сильно от комплектации. Раньше это было по умолчанию, а сейчас это дозволено только тем, которые сильно дорогие. Ну, у меня, получается, дизель, она максималка, она топ, и я пакет самый дорогой взял. Ну, вот под этот двигатель, к счастью, они оставили подвеску. То есть вы, на самом деле, взяли очень правильную машину. Она очень дорогая. Ну да, она дорогая. Она просто зверски дорогая. Вы сколько за нее отдали? Ну, получается, с этим пакетом миллион сто шестьдесят, грубо говоря. Ну да, то есть это очень такие весомые деньги. Ну да, 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 но она стоит все-таки, это чешская сборка, я считаю, не знаю, просто до этого тоже я брал бушную, как бы она чешская, но она мне три года прослужила, ну, как бы вообще нареканий не было. По дизелю вам понравилась, как у нее тяга на низах? Да, двухлитровый дизель, это, ну, как бы здорово, то есть она едет. Она едет, да. Она очень грамотно сделана, вот именно с этой подвеской, это единственная, собственно, Octavia, которую можно брать. Она же еще бывает 1,8 бензин. Ну да, да, да. Вот тут рационально все. И хотя, конечно, переплата суровая, но хоть понятно, за что заплатил. Да. Алло, Сергей, а вот там же получается шестиступенчатый, это тоже робот, да, но мокрый. Да. По сравнению с семиступенчатый, да, то есть она как бы лучше, вот этот робот, грубо говоря, чем если с семиступенчатый ДСГ, если сравнить. Знаете, по прошлистой времени выяснилось, что они оба плохие. То есть это то же самое, как выбирать между двумя испорченными кусками колбасы. Ну да. Какая лучше колбаса, которая протухла и воняет, или та, которая в плесени? Вот приблизительно так же. Ну, они не смогли подтянуть технологию, то есть идея-то великолепная, но реализация все хуже, хуже и хуже, а потом все-таки мы же с вами люди-то живущие в России, поэтому об нас ноги вытираются по полной программе. И если во всем мире пятилетняя гарантия на ДСГ, то у нас она с оговорками, у нас обязательно там нужно спеть и сплясать и в бубен ударить, а в Китае вообще на десятилетняя. Ну а получается вот на эту шеступенчатую, она же не распространяется, да, пятилетняя гарантия, как на семиступенчатую? В том-то и дело, что у нас нет, и это требует определенных доказательств, усилий и юридической поддержки, потому что ДСГ-7, да, на нее сделали пять лет гарантии, и то теперь нас уже всей страной кинули с этой гарантией. Об этом у меня будет специальный эфир, о том, как развивались события. На ДСГ-6 считают, что она безупречна, проблем нет, но она действительно иногда бывает вообще не ломается. Ну, понятно, ну да. То есть масса народу, в том числе на Шкодах, ездит на ДСГ-6 и уходит пробег у них за 150 тысяч, нету никаких проблем. Поэтому это не значит, что вот на роду написано в обязательном порядке, сел-поехал, бац, она обязательно сломается, ничего подобного. Очень даже, может быть, что пронесет. Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать. Я тоже очень рад. Сергей, дозвонился, наконец-таки. Да, вот, вот. Я тоже звонил, звонил, так и не дождался. О, сколько еще впереди у вас будет звонил-звонил, не дождался. Хорошо. Вот такой вопрос у меня. Засадки, я подумал, все покупатели новые машины. Выбирал кроссоверы, выбирал. В конце концов, пришел к тому, с учетом декабрьских скидок, да, что можно, в принципе, купить и Nissan Pathfinder. Можно. Вот. На дизеле, да, два слоя на литра. Ну, не максимальная такая. Средняя комплектация, в принципе, полтора миллиона можно уложить, там, на ткани. Вот. И вопрос. Ну, говорят, что крупновзовая сборка. Криспи его уже давно собирают у нас в Питере. Нет, Pathfinder у нас в Питере не собирают. А что делают? Дособирают. У нас в Питере собирают три другие машины, Pathfinder и среди них нет. Так, а где его собирают? Мне сказали, что питерская сборка. Нет, у него не питерская сборка. Его одно время к нам гнали из Испании. Он был европеец. Вполне возможно, что сейчас из-за минимальных совершенно объемов продаж он идет откуда-нибудь из Японии. Если хотите, я, на самом деле, совершенно спокойно могу спросить об этом в представительстве, чьей сборке идет Pathfinder. Ну, машина исчезающая и, ну, в общем-то, к сожалению, ее скоро тоже снимут. И будет очень жалко расставаться с этим автомобилем. Это вот последний, да. Вот он идет последний на раме. Выходит уже новый, да, они готовятся к выпуску нового. Уже он будет интегрированной рамой. Ну, такой более. Да, но будет просто Жигули будут. Под старым именем будут Жигули. Вот. А вот насчет вот этого, который, да, последних комплектаций, он 13-й год, его последний рестайлинг на дизеле. И качество. Вот как будет он жить на всех условиях? Он будет жить ровно так, как вы ему позволите. Потому что легенды о существовании какого-то особого японского качества, они придуманы нами. Вот мы придумали, например, Буратино. Больше Буратино нигде нету. Мы придумали своего русского Винни-Пуха. Такого Винни-Пуха тоже нигде нет. Вот и Карлсон наш, тоже чисто автокефальный, российский. И ну погоди, нету больше нигде, ну погоди. И качество японских машин, это точно такое же наше изобретение. Мы посмотрели на чужой аналог, родили легенду, и теперь пытаемся в нее верить. Если вы надеетесь, что Pathfinder в этом отношении безупречен, нет. Повезет? Да, зависит от вас. И у хорошего хозяина такая штуковина живет десятилетиями. И у них, вот я отзывы читал. По поводу турбины, что у них там 13-16 тысяч, у всех турбина. Не у всех, не обязательно, и, что называется, на роду не написано. То есть нет такого, что через 13 тысяч по мгновению неволшебной палочки турбина развалится. Но турботаймером у нее будете работать вы. То есть немножечко на холостых оборотах. Перед тем, как поехать, стоим и греем, а после того, как приехали, стоим и молотим впустую. То есть есть смысл поставить турботаймер? Ну, либо вы будете этим турботаймером. Понятно. А вот по дизелю, по адаптивности к нашему нехорошему дизелю? Сдохнет обязательно. Как только хлебнете какого-нибудь провинциального лукойла, тут же его и похороните. Но это не говорит, что машина плохая и двигатель неудачный. Просто, знаете ли, такие боевые отравляющие вещества, которые у нас разливают на колонках, это не каждый мотор переживет. У нас не все КамАЗы выживают после этого. То есть как повезет. Да, но если у вас, вот есть несколько проверенных заправок, на которых вы точно знаете, что не убьют, ваша машина может прожить невероятное количество лет. Но и не забывайте, масло менять нужно всегда до рубежа в 10 тысяч. Хоть они и 15 сейчас. Нет такого масла, которое живет 15 тысяч. Так же, как нет масла, которое живет 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч и 50 тысяч. Нету его. И 9500 это самый оптимальный рубеж по пробегу, когда вы меняете маслофильтр. Даже если вам будут говорить, не-не-не, старик, Шурик, да ты что в натуре, зуб дают, да там вообще пятнашка. Не верьте, не верьте. Только 9500, все, и дальше у вас уже будет в таком случае нормальная длительная жизнь нормального серьезного автомобиля. Нагрузки большие, масса большая. Пощадитесь. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Дмитрий, где вы? Елочка, зажгись. Дмитрий не дождался, Дмитрий покинул нас. Когда любая технологическая жидкость заливается на длительный срок, это маркетинг и это отголосок Европы. В коробках автомат на весь срок службы заливается, например, Декстрон. Это означает, что на 40 тысячах менять обязательно. Ну, в крайнем случае на 60. В двигатель заливается масло на 15-20 тысяч. Это означает, что на 9500 менять обязательно, потому что 10 уже критично. Другого не дано физику обманывать. Не рекомендую никому. Перерыв на новости. Нашлось, чувствует себя замечательно. Куда-то едет. У него всего лишь 8 баллов. Mail.ru стоит всем городом. 10 баллов уже приехали. 65, 10, 9, 9, 6. Антон, здравствуйте. Да, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Антон. Я рад вам. Да, вот хотел бы посоветоваться с вами. Думаю, бушную машину купить за 700-900 тысяч. И смотрел эти варианты, как Тиана, Камри. И вдруг понял, что в эти же деньги идут Мерседес и БМВ. Тешкая стройка. И мне вот тешка очень внешне нравится. Да, вот хотелось бы услышать какое-то ваше мнение, ваш комментарий. Вы видели, как, в принципе, выглядит площадка поддержанных машин? Реальная. Вот вы как-то ко вторичному рынку уже подступались или пока только смотрели интернет? Ну, вообще, я сейчас езжу на машине, которую купил булочную. Какую? С пробегом в акцент. С пробегом в 50 или 60 тысяч. Так, и... Ну, два года она не проездила. Ну, конечно, были проблемы. Мне битую впихнули. Но, знаете, она, тем не менее, очень хорошо ездила. И, в общем, даже до сих пор там никаких вот капитальных проблем не было. Кроме аварии, в которые я попал. Да. Акцентик таганрогской сборки. Машина прочная, незатейливая, с блистательной совершенно конструкцией. И со скрученным спидометром. Ну, в вашем случае. Да. Либо ее хорошенько ударили, и поэтому пробег реальный, но от вас скрыли, собственно, вот эту неприятность по жестянке. Значит, вторичный рынок выглядит следующим образом. Вы выходите на большую площадку. Там с левой стороны стоят машины. На них написано «надежные». С правой стороны там написано «дешевые». А посредине павильон, но он обычно заколочен всегда крест-накрест доской. Там стоят дешевые и надежные одновременно. Вот вам нужно прорваться туда. Это довольно трудно. Мерседес просто так продавать, например, за 700 тысяч его кому-то отдать, для этого нужна очень серьезная мотивация. Например, в нем кого-то убили. Или не растаможили. Или намотали на телеграфный столб. Или угнали из Европы. Потому что, в целом, машина прочная, машина достаточно пафосная. Так, чтобы набаловались вряд ли. А вот накосячили, скорее всего. Поэтому, конечно, предложений Мерседесов, БМВ много. Реальных машин, за которые можно было бы отдать свои 900 тысяч, где-то одна, наверное, на 700-900. Вы знаете, у меня брат вот купил, где-то год назад, GEL 350, тоже, будущий двухлетний. Ну, соответственно, там в два раза дешевле, чем первоначальная цена. Ездит, без вопросов, очень доволен. Все прекрасно. У него такое счастье откуда свалилось? Прямо вот с рынка или от знакомых? С рынка, при этом не просто с рынка, а еще и у какого-то центра. Агалон. В Агалоне. Ух ты. Замечательно. А предыдущего владельца могилу показали? Нет, не показывали. А дисконт в 50% как объяснили? Тем, что просто наигрались? Сказали, сущий, что... Ну, сейчас там 2-300, что ли, он стоил, а новый там 3-500, что ли. Такого плана. Замечательно. Ну, что ж, а спинометр на сколько сильно был скручен? А нет, не сильно, там 30 было тысяч, вроде, что-то такое. А, ну, правильно, да. Замечательно, 30 тысяч. Я сразу поверил, 30 тысяч километров. Самое главное, что ваш брат счастлив. Вот это очень здорово. Ну, знаете, действительно, проблемы никаких. И вот у меня половина знакомых на бочных машинах ездит. Да. В общем-то, нормально все. Скажите, бэушная машина, она что, заговоренная? Она должна сразу от черного сглаза скончаться? Нет. Не, ну... Но вот представьте себе, значит, берется Mercedes GL 350, который стоил 3 миллиона с половиной. Он два года ездит, например, возит наркотики по дальнему маршруту на большом плече. И выкатывает где-нибудь там 160 тысяч километров. Потом ему скручивается спидометр до 30 тысяч. И он продается не за полтора миллиона, сколько реально стоит с таким пробегом, а за 2-300. Но из этого не следует, что из машины все соки уже выжаты, что ресурс мотора подходит к концу, что коробка сейчас накроется. Нет. Вовсе нет. И здесь вопрос разумности цены. За 2-300 купить машину с пробегом в 30 тысяч или за 2-300 купить машину с пробегом в 160 тысяч или в 180, которая, конечно, выглядит как новая, потому что она ухоженная и она прошла предпродажную подготовку у официального дилера. Как же быть недовольным? Ведь за 2-300, да с всего лишь 30 тысячами пробега, до настоящего Mercedes, до честному парню, до честного продавца, конечно, какие есть основания для горя, только для счастья. Я думаю, что вы пойдете тем же самым путем, вы нормально купите себе какую-нибудь очень красивую цешку с чистеньким салоном, с непрокуренной пепельницей, с непотертым рулем, у которой будет какой-нибудь очень небольшой пробег, до 200 тысяч. Его скрутят до 30, в зависимости от того, насколько товарно будет выглядеть машина. Скончается ли при этом у нее сразу мотор? Не факт. Накроется ли коробка? Не обязательно. Удовольствие от покупки будет? Будет. Вы заплатите за нее, как за машину с 30-тысячным пробегом, и будете своей верой поддерживать этот самый пробег. Почему же нет? И я думаю, что все ваши знакомые совершенно по-честному, искренне довольны и друг другу могут, глядя в глаза, сказать, ничего страшного не произошло и в принципе не произойдет. Это же не акцент, у которого была авария или вскрученный пробег. Это к разговору о радости. О том, нужно ли покупать цешку, машина, которая нравится, живет дольше. Антон, вы тут, такое ощущение, что вас в сугроб закопали тихонько. Ну, извините, что могу сказать. Ну, вот, я постараюсь у знакомых. У меня есть знакомый с автосервисом, да, у которого много машин, и он также как-то переподальше там чуть-чуть занимается, там, у тех, кто там сбагривает. Уже лучше, да. У меня какие-то машины обслуживаются, и я постараюсь как-то вот у него узнать там. Да, замечательно. Такие знакомые у меня даже не один, и у меня только с автосервисом есть, там, по знакомым, может, подспрашивать. Правильно, правильно. У кого-то там. Знаете, вообще, в принципе, скрутить спидометр — это настолько несложная сейчас задача, что при хорошем техническом состоянии автомобиля можно совершенно спокойно приехать к глубоко профессиональному слесарю в сервис. На автомобиле с спидометром скрученным на минус 100 тысяч, и по состоянию подвески, мотора и компрессии он не определит. Такое тоже вполне может быть. Я даже знаю людей, которые этим занимаются профессионально. Машина-то хорошая. Машина великолепная. И чем больше вы в это верите, тем великолепнее и лучше она становится. Я понял. Самое главное — верить в чудеса. Денис, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Я вот хотел узнать у вас вопросик такой у меня. Вот я хочу пригласить от Toyota Camry, нового, естественно, и Honda Accord, чтобы про них можно узнать. Берите обе. Не-не, ну я понимаю, но что-то надо выбрать одно. Зачем? Денис, вы... Мне нравится Toyota Camry, то, что она российской сборкой. А почему вас это пугает? Американец Accord, вы считаете, мексиканцы лучше собирают? Нет, ну это же американская сборка, правильно? Мне кажется, получше будет, чем наша русская. Нет? Или они правы? Да по-разному. Вот американцы американские, они, в общем, не всегда лучше Жигулей. Иногда бывает, конечно, сильно лучше, иногда бывает похуже. А Toyota под Питером, ну, в общем, знаете, вокруг этого завода такая высококолючая проволока, что если туда кто-нибудь завез свежую партию настоящего японского качества, через забор его уже даже не украдешь. Там прямо ровно через дорогу у них, по-моему, кто там у них, да, Nissan. И чтобы из Toyota в Nissan люди не бегали, там демаркационная линия, там минные поля, колючая проволока и автоматчики стоят. Ну, то есть вы мне советуете взять Camry новую, лучше, чем фонд Accord? А вот тут вопрос, в принципе, что вы ждете от машины, потому что у них все-таки немножко разная идея. И Accord, он довольно прилично едет. Camry при этом, она, ну, в общем, нельзя сказать, что не умеет этого делать, но она выполняет данную функцию чуть-чуть по-другому. Вот если вам эта разница не принципиальная, вы смотрите... Нет, мне не принципиальная трансляция. Аккорд в глазах аудитории будет на полступеньки выше, потому что в нашей табеле о рангах Honda считается круче и спортивней, чем Camry. Только потому что Toyota, она сильна во внедорожниках, Honda, она в двигателестроении, получается, что Accord — это такой всегда самолет, а вот в данном случае Camry — это просто машина для перемещения чиновника, сидящего на правом заднем сиденье. — Спасибо большое, Сергей, я понял. — Но сказать о том, что одна из них лучше, а другая хуже, да нет, неверно это. Сергей, здравствуйте. — Алло. — Здравствуйте, Сергей. — Алло. — У меня вопрос по Jaguar XF. — Ух ты. — Хочется ли вообще это покупать? Просто очень хочется, как бы. А в другой стороне понимаю, что баловство. — Не-не. Сергей, минуточку. — Вот баловство, оно тем и бесценно, что когда понимаешь, но хочется, его надо реализовывать. — Я понял. Но там еще такой момент, что как бы бедность, и, соответственно, можно рассчитывать только на какие-то начальные комплектации. Ну, то, что там стоит за 4 миллиона, это уже не светит точно, а, так скажем, вот в районе 2-2,5 — это максимум. — То есть бедность на 2 миллиона? — Ну, да, я же говорю, поэтому и баловство, потому что... — Сергей, Jaguar XF нравится. — Возьмите, потому что вот вы, собственно, чего ради каждый день ходите на работу? Вот вы зачем столько усилий в жизни сделали, в результате которых у вас на руках получилось 2 миллиона? Жалких, недостойных, ни на что не хватающих 2 миллиона. Ну, распрямитесь. Ну, вдохните полной грузью. Ну, порадуйте. Сделайте вот этот праздник, потому что ягуар, который нравится. Ну, вот только ради этого его надо купить, потому что заставить себя купить что-то другое и смотреть на ягуар. Вот мимо вас проехала ваша мечта. Но это недопустимо. Нет, конечно, ягуар. Перерыв на новости. Нашлось тоже достаточно мужественно. Замкнул наконец-то МКАД и остановил движение на 9 баллах. Майл.ру стоит давно. 10 баллов движения нет. При этом стоит не только МКАД. Замкнулось Содомое, Бульварное, Третье, Транспортное. В Москве явно не хватает автомобилей. Сейчас купим еще несколько. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Алло. Говорите. Мы все вместе вас слушаем. Заметьте, у меня вопросик к вам по поводу Аудио Роуд. Меня интересует принципиальное различие дизельных двигателей 2,7 и 3. А вы принципиальное различие имеете в виду в объеме или ожидаете, что они разные по конструкции? Нет, в объеме-то понятно. В объеме понятно, в мощности понятно, в управлении. А не просто мощность уменьшилась из-за уменьшения объема. Остальное все то же самое там. На самом деле, учитывая, что премиальный бренд Ауди я по сей пору не признаю премиальным и их, как самозванцев, не очень честно отслеживаю, у меня абсолютно без разницы, что у них там между 2,7 и 3,0. Это вопрос к Лене Голованову на маяк. Он обожает как раз логарифмической линейкой залазить под капот и смотреть. Я сильно подозреваю, что это, по большому счету, одна и та же семья моторов, потому что Ауди, хоть и имеет широкую линейку по двигателям, но с дизелями у них как раз не так все обширно. Но инженерные подробности устройства этих моторов, вот это точно не ко мне. Вот прям совсем не ко мне. Нет, ну главное, что одна линейка, это интересовало. А да, ну знаете как, одна линейка у Ауди, она тоже выполняется по-разному, потому что у них ведь двигательные производства, они разбросаны по миру. Очень хороший у них завод, идет в Венгрии, и много моторов идет оттуда. Вот бензинки, например, оттуда идут. У них очень серьезная идет работа над ошибками, но как именно у них легла карта по 2,7 и 3,0, даже не разбирался, поскольку в голову не приходило этим заниматься. Хотя вот я сейчас приду домой, а у меня уже будет точно лежать совершенно конкретный пресс-релиз с отличиями этих моторов. Это с гарантией. Спасибо. Просто у Ауди, у них очень интересно построена пиар-служба, там наконец-то появились профессионалы совершенно фантастического уровня. В первую очередь туда пришел Кожухов, Алексей, и с тех пор моментальные отклики абсолютно на любые запросы. Вот даже интересно, я успею дойти до дому, как получу ответ от Кожухова по разнице между этими моторами или нет? Подозреваю, что ответ в данный момент уже у меня в почте. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Хаби. Здравствуйте, Дмитрий. Хотел бы поблагодарить вас за пересечку. Замечательно, скрашивают время. Да, знаете, мне тоже очень хорошо в конце рабочего дня скрашивает время. Ну, я вам не буду задавать вопрос, какой красный каштан купить. Автомобильные вопросы решены. Просто хотел поделиться опытом эксплуатации. Давайте. Часто звонят в ТОП-6В, в Питере, расширение семьи. У меня было в свое время эксплуатации седьмого года. До этого лета практически получается. Шесть лет. Стоянный спецы КАСО. Пробежал я на нем порядка 235 тысяч. Ух ты. Продажи, большие пробеги, да, были в год. Вот. И, ну, в принципе, машиной был доволен. Ничего там серьезного не случалось. Единственная была вещь. По гарантии меняли насос гидрусилителя. А машина на роботе была или на чем? Нет, машина была 1,8 на механике. Я не брал автомат. Это первые машины робота. Тогда, по-моему, не было. Был 2 литра автомат. Ну, известный староеновский. И, как бы, механика 1,8. Очень правильно. Это вы взяли практически вечную пару. Да, да. Ну, вот она у меня практически так и вечно и работала. И такой, как вы все время говорите, 10 тысяч масла. Я попал под фитроеновскую программу. Тогда они еще 20 тысяч давали. Минуссердностный пробег. Я просто знал, что у меня большие пробеги будут. Я делал 20 литра в год через 20 тысяч. Ну, как бы, проблем не было. Может быть, повезло. Может быть, следующий хозяин их от всего такого пробега. Не знаю. Не могу как-то ручаться. Но так было. Ну, и единственное, что машина тяжелая. Часто менял подшипники передние. Я на ней очень неровности притормаживаю. То есть на машине езжу. Ну, 50-60 тысяч они больше не выхаживали. Ступичные подшипники. Вот такая была история. Ступичные, да. Передние. Ну, нормально. Нормально. 60 тысяч для ступичных подшипников по нашим буеракам. Очень неплохой показатель. Да. Так что вот. Вы их меняли. Вы их, простите, Дмитрий. Вы их меняли по люфту? Или потому что механик говорил? Нет, нет, нет. По люфту. То есть это уже я прям чувствовал. Он начинал хрустеть или еще что-то. Только потом ехал и менял. Потому что, ну, к рекомендации механиков всегда относился. То есть мне рекомендовали. Потом я это перепроверял. Если действительно так. Ну, раньше я быстро свою выяснил. Через год практически. То есть 100 тысяч с годом пробега это совпало. Вот поэтому дальше я уже обслуживал ее отдельно и самостоятельно. Поэтому все проблемы. Хорошие стуки вылазили наружу и переводили в сервис. Как и полагается. А как вам по удобству салона эта машина? Замечательно. То есть по расположению, по посадке за рулем. Во-первых, не ощущаешь себя как бы в автобусе. То есть она, несмотря на то, что он там высокий, по повадкам абсолютно легковая машина. То есть нет там каких-то кренов, раскачиваний или еще что-то. В салоне замечательные дети размещались. Компоновка, сиденья можно складывать, раскладывать. То есть багажника тоже хватало за глаза. То есть в плане, если семейного какого-то автомобиля, там с семьями детьми, у меня как раз тоже ждал ребенок. Необходимо было расширить. Вот 446 уже как бы все не влезало. Я вот так попал на Ситрарию. Действительно очень удобная машина. И французы как раз именно вас и имели в виду, когда ее чертили, рисовали и творили. Семейная, удобная, красивая. Да, конечно, сейчас они вот с этим двигателем 1.6 и с меропытными, и с автоматами. То есть рекомендовать уже побоялся бы, потому что действительно есть объективные проблемы. Тогда 1.8, да, это было все хорошо и замечательно. Вот, ну а сейчас как бы поменял, жене взял Ташкай, а у нее забрал Fusion и на нем как бы... Да его доезживаю за ней. Пробеги маленькие, продавать жалко. Вот сейчас немножко нагоню 100 тысячам и будем продавать. Тем более, что на смену Fusion тоже ничто не пришло. Его тоже менять не начали. Ну вот, ну да, то есть как бы... Ну вот, зато, кстати, Opel Mokka вот тоже, жена сейчас ездит, очень хорошая машина, женский вариант оказался. Дети подросли, кресла, одному уже не нужно. Ездит по городу, я более-менее спокойным, там какая-то там сейчас вот скользко, горочка где-то тронутся, что-то, то есть ей тоже нравится. Но видно все безусловно. Так Кашкай или Mokka, я не очень понял. Mokka, Mokka, нет, Opel Mokka. Я купил Opel Mokka. Один из первых в нашей стране? Ну, нет, не из первых, это там вот буквально было летом, в мае. Они же чуть пораньше, по-моему, начали продавать. Ну, они так еще стояли на границе и долго ждали. И что по морке? Какой у нее мотор? 1.8, не стал я брать турбированный, побоялся. Все-таки честная атмосфера, мне кажется, лучше будет себя в эксплуатации вести. Вот, автомат шестеступенчатый. И в последней комплектации, ну, хорошая, хорошая, добротная машина за свои деньги, там, 980 тысяч. Платить чуть дороже, там, миллион триста за X35, там, допустим, или там, ну, классом, вернее, размером чуть больше, показалось, не нужно. Ну, в городе ее хватает. Да, в городе ее хватает. Удобная для города машина. По дорожному просвету, а на передней юбке бампера ничего еще не пошибало? Ну, пока нет, как бы, ну, я нормально отношусь. То есть, понятно, что где-то она зацепит бордюр или еще что-то, сейчас сугробы будет, думаю, снесет. Но тут ничего не сделаешь. Да, это такая особенность. Аэродинамическое преимущество этого автомобиля. Вот, ну, по качеству сборки, по качеству сборки проблем не возникло никаких. Ну, пока нет, пробег маленький, то есть, она же по городу ездит, там, 13 тысяч, а пока ничего не вылетело. А так, как бы, так, всем доволен. Так что, вот, такая история. А себе не знаю, что брать, вот, сейчас в Южин докатаю и... И все? Думих, но... Да. Ну, нет, все-то все, а вопрос нет. Даже просто, там, какой-то большой джип с такими пробегами, 40-45 тысяч в год, одного себя катать, смысла нет. Вот, брать какую-то, там, маленькую шуструю машину, что-то... Ну, это отдельная тема для разговора, для слежа станка. Это уже... Время, тем более, мы подходим к концу. Да, это, Дмитрий, приятные хлопоты по выбору автомобиля себе. Да, да, в будущем. В будущем, причем в достаточно скором будущем. Спасибо, замечательные впечатления на очень позитивной ноте. Мы заканчиваем. До свидания, до завтра.